Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, как вы уже поняли, речь пойдет о плетении фикуса. Посмотрите, пожалуйста, на этот экземпляр. У него плетение решетка и как оно произведено. Вот этому дереву, оно было посажено здесь 4 месяца назад, в конце весны. И уже привезено и куплено именно в таком варианте. Как проводится плетение? Это плетение решетка. И начинаем. Здесь 6 фикусов. Они, когда еще только-только начинают деревенеть. Это примерно сантиметров 50 сам саженец. Вы берете, выбирайте примерно одинаковые саженцы, для того, чтобы у вас сама решетка получилась равномерная. То есть, чтобы каждая деталь решетки, каждая деталь вашего произведения была как можно ближе. Одинаковые саженцы одинаковые саженцы саженцы высаживаются в ряд. Примерно расстояние между саженцами 4-5 сантиметра. Выбирайте так, потому что впоследствии они еще будут расти и развиваться, чтобы им хватало места. Начинаем плетение всегда снизу. Выбираем часть, по которой у нас будет проходить первый ряд плетения. Вам нужно красиво сформировать. Для формирования лучше всего использовать небольшие кусочки проволоки. Формируем, перевязываем. Два следующих и два следующих. Вот на этом уровне сформировали. Дальше идет следующий ряд плетения. И здесь в этом плетении вам нужно уже будет заводить одну ветку за другую, чтобы она естественно цеплялась. Заводим раз, фиксируем. Следующая точка фиксации. Раз. И вторая точка вот здесь. В двух местах фиксируем проволокой. Идет третий ряд. Там уже, смотрите, если у вас саженцы двухлетние, они немножко такие деревенеть начинают, когда. Но они еще хорошо гнутся. Смотрите по самим саженцам. Если есть возможность сформировать следующий ряд, то формируйте. Если нет, то оставьте, пока они подрастут. Вся решетка и потом будете формировать уже следующий ряд. Понятно, что у вас сразу такой решетки огромной не будет. То есть вот эти вот уже ветки, все, они задеревенели. Решетка сформирована. И такой формы фикус будет всегда. Вот здесь вот такой фикус красивый очень. Что мы делаем дальше? Когда мы фиксировали форму, посмотрели, она нам нравится. Допустим, у нас получилось раз, два, три ряда из наших небольших саженцев. Нам важно, чтобы они срослись, как вы понимаете. Срастаться они будут вот в этих вот местах, где они на месте пересечения. Как нужно сделать, чтобы они срослись? Мы берем, убираем проволоку свою. И вот опять-таки снизу всегда начинаем работу. Убираем проволоку в этом месте и зачищаем кору. Снимаете немножко верхний слой коры с одного участка и с другого. Прижимаете. И вот сейчас, только в этот момент, когда у нас уже подготовлено для срастания место, зачищено, не старайтесь глубоко, это достаточно совсем чуть-чуть. Только сейчас мы перевязываем веревкой. Можно это делать и шерстяной веревочкой. Но смотрите, чтобы она не намокала. Можно делать изолентой, можно делать бечевкой, можно делать синтетической веревкой. Как вам удобнее. Фиксируйте изолентой, делайте, пожалуйста, не липкой стороной к стволу, а обратно. Если у вас веревка синтетическая, будьте аккуратны, потому что у нее есть такой момент, она может врезаться в ствол, врастать. То есть, здесь обязательно нужно следить, чтобы веревочка не вросла. А шерстяная нитка натуральная, она достаточно такая эластичная, она не врастается. У нее нет такой проблемы, как врастание в ствол. Что делаем дальше? Дальше мы фиксируем, убираем следующий элемент проволоки. Также зачищаем аккуратненько ножичек. Можно делать это канцелярским ножом, очень удобно. Либо каким-то другим острым инструментом. Чуть-чуть зачищаем, прижимаем и фиксируем. Через некоторое время, оставляйте, кстати, еще веревочку, когда вы завязываете. То есть, у вас получится плотно, но не до такой степени, чтобы дерево не могло в этом месте развиваться. То есть, вам со временем придется, когда растения будут расти и развиваться, вам важно чуть-чуть эту веревочку делать послабже, чуть-чуть послабже, чтобы растениям было куда расти. И так далее, продолжаем вверх. Сверху, как самое главное, здесь мы сформировали, перейдем к макушечке. С шести вы формируете решетку. На первой стадии важно выбрать одинаковые, как можно ближе по толщине и форме растения фикус. Пожалуйста, прищипните таким образом, чтобы не было главного растения и второстепенных. То есть, чтобы у вас все растения прищипнуты были примерно на одинаковую высоту. Ну и здесь уже по форме чуть-чуть смотрите, кругленькую делают, чтобы это было тоже красиво, гармонично смотрелось с самим стволом с решеткой. С вами была Георгиевская Татьяна. Я желаю вам красивых решеток из фикуса. До новых встреч. Пока-пока. Пишите в комментариях, какие решетки получились у вас.